что такое атоме на нашем youtube канале будут новые разделы всего их будет 8 первый раздел о компании в каждом разделе скорее всего будет по 7 видео пока задумка такая есть еще нулевой раздел там всем видим мы тоже записали я думаю кто же выложу сегодня завтра эти ролики кстати будут вашим домашним заданием ну что поехали что такое атоме для начала это млм компания то есть я думаю вы все это знаете и по итогам 2019 года мы заняли 11 место в мире по товарообороту это глобальный распределительный центр который работает по стратегии джесс и мастишь вот вот эту часть именно вот этот прямоугольник мы не будем сегодня раскрывать мы его раскроем потом на других занятиях далее это интернет-магазин южнокорейских товаров высокого качества по доступным ценам заметьте это не южно корейский интернет-магазин это интернет-магазин южнокорейских товаров то есть есть разница потому что этот интернет-магазин не только в южной корее а по всему миру так и это идеальный бизнес будущего вот вот эти три прямоугольника я сейчас более подробно вам расскажу так для начала прежде всего Атоми – это шикарная продукция. Если бы продукция не была бы такой классной, то ничего бы так не работало, как она работает. В Атоме действительно классная продукция, и все ее любят. И дистрибьюторы, и потребители, и лидеры, абсолютно все обожают продукцию. Это продукция, которая дает результаты, и продукция действительно высокого качества по доступным ценам. То есть это продукция премиум и люкс качества, которая реализуется по принципу абсолютной цены, абсолютное качество. Этот лозунг, я думаю, вы будете слышать достаточно часто. И что такое абсолютная цена, абсолютное качество? Это не значит, что продукция дешевая, и то, что качество самое лучшее в мире. Это значит, что по такой цене продукцию такого качества никто не может предоставить, и при этом качество достаточно высокое. То есть это премиум и люкс-класс, имеющий все необходимые международные сертификаты, и при этом никто нам не конкурент на рынке. Почему? Потому что у нас минимальные цены. Ну и здесь слово одно не допечаталось, здесь это ценность. То есть каждому человеку, который регистрируется, который покупает что-то в компании, он получает ценность. Ценность в чем? В том, что действительно продукт качественный, при этом недорогой. В ассортименте на корейском сайте AtomyQR представлено 136 наименований продукции в разделе «Красота», 49 продуктов в разделе «Здоровье», 46 в личной гигиене, 82 в разделе «Быт» и 158 продуктов в разделе «Продукты питания», «Текстиль» и другое. Эти данные я собрал сегодня, то есть на январь 2021 года, такая картина. В этом году планируется еще 115 наименований, 115 товаров добавить на корейский сайт. Эти товары уже находятся в разработке, может быть их будет больше. Но на данный момент в разработке, по последним данным, которые были оглашены, 115 продуктов уже находятся. Так, в первую очередь, да, Atomy это интернет-магазин, продукция, в котором, повторяюсь, реализуется по принципу абсолютная цена, абсолютное качество. В Atomy бесплатная регистрация, то есть, да, здесь есть регистрация для того, чтобы покупать, но нужно обязательно зарегистрироваться. И, помимо всего прочего, это клубный интернет-магазин, то есть, чтобы зарегистрироваться, нужно приглашение от человека, который уже зарегистрирован. Если быть точнее, то этот человек должен как бы либо зарегистрировать вас сам, либо предоставить вам своеобразную такую ссылочку для регистрации. И данные, необходимые для этого. Интернет-магазин Atomy на сегодняшний день функционирует в 19 странах мира. И один ID, он работает для всех стран, где есть Atomy. В каждой стране свой ассортимент, он может отличаться. То есть, в каждых странах ассортимент друг от друга может отличаться. Но, в целом, в каждой стране ассортимент представлен частью того ассортимента, который есть в Корее. То есть, так как продукция южнокорейская, изготавливается все в Корее, и часть продукции сертифицируется в разных странах и ввозится в эти страны. Некоторые продукты из Кореи не выезжают, они только для корейского рынка. И в некоторых странах есть еще свои уникальные продукты. Так, и в этом году планируется открытие еще 6-8 стран, то есть 6-8 магазинов. Это, в первую очередь, Турция, потом Великобритания, Казахстан, Бразилия, Новая Зеландия, возможно, Узбекистан, Кыргызстан и Украина. То есть, эти три страны пока под вопросом. Узбекистан процентов, наверное, 90 уже, там, не знаю, 9, то что откроют. Насчет Украины и Кыргызстана непонятно пока. То есть, ждем новостей. Далее. Atomy – это MLM-компания и, в моем понимании, убеждении, это идеальная сетевая компания. Почему? Ну, во-первых, это крутая сетевая компания. То есть, по итогам, как я говорил уже 2019 года, мы заняли 11 место в мире по товарообороту с товарооборотом 1,3 миллиарда долларов. Товарооборота более 1 миллиарда долларов компания добилась за 9 лет. И это очень крутой результат, потому что мировым гигантам MLM-индустрии понадобились десятки лет. То есть, кто находится вот сейчас в топе, чтобы выйти на товарооборот в миллиарда долларов, им понадобилось кому 30, кому 50, кому 60 лет. Мы вышли за 9 лет, при этом еще в то время, когда MLM-индустрия испытывает трудности. Далее. У компании безупречная репутация. То есть, мы получаем любовь и признание по всему миру от всех потребителей и дистрибьюторов. Когда мне рассказали про компанию, первое, что я сделал, это полез в интернет, не просто в Google, а на проверенные источники. То есть, я люблю искать информацию на различных полупрофессиональных порталах, где люди обсуждают те или иные темы. Одним из таких порталов является Reddit, я думаю, многие его знают. И первое, что я сделал, это написал два слова. Atomy и Scam. Scam, похожее слово, точно такого же нет, по-моему, в русском языке, но аналог это лохотрон или обман. В общем, я два эти слова написал, не нашел ни одного совпадения. Я уже здесь задумался, далее начал искать отзывы, и я не мог найти негативных отзывов. Достоверных негативных отзывов. Соответственно, поэтому я и зарегистрировался в компанию, и начал разбираться, что к чему. Далее. Atomy ориентирована на потребителя. В первую очередь, каждый человек выигрывает в компании как потребитель. То есть, у нас, недавно тоже разговаривал с представителями компании, и такую тоже вещь услышал, то, что прибыль – это не самое главное, что компания ставит в своем приоритете. Самое главное – это, может быть, странным это сейчас не показалось, но это счастье людей и успех. Так, далее. Идеологии и принципы. В Atomy есть определенные идеологии и принципы. Это помогать ближнему, нуждающимся, и сделать так, чтобы каждый мог стать успешным. Именно эта проблема была в голове у председателя Пакангиля, когда он создавал компанию. Как сделать так, чтобы каждый мог добиться успеха. И он решил эту задачу, я считаю, на ура. Так, далее. Почему я утверждаю, что это идеальная сетевая компания? Здесь никто ничего не теряет. То есть, никто здесь ничего не может потерять. И я сомневаюсь, что есть еще компания, где можно смело так утверждать. Возможно, уже появились. Итак, одна цена для всех. Абсолютная цена, абсолютное качество. То есть, у нас одна цена на продукты. И неважно, зарегистрировались вы сегодня или вы добились самого высокого статуса. Вы покупаете по одной и той же цене. То есть, в каждой стране фиксированная цена, она одна для всех. Нет никакой дилерской цены, оптовой цены или прочего. Потому что у нас есть принцип абсолютная цена. Абсолютная цена подразумевает, что эта цена минимально возможная. То есть, ниже этой цены опуститься нельзя. И нет никакой дополнительной накрутки и маржи. Мы зарабатываем не с разницей дилерской и продажной цены. Мы зарабатываем с прибыли, которую получает сама компания. То есть, это очень важно для понимания. У нас нет никаких скрытых плат. То есть, люди платят только за продукцию. Покупают то, что хотят, когда хотят. Нет никаких активаций, нет ничего. Нет платы за регистрацию, какие-то там платы за использование сайта, либо еще чего-то. Нет никакой дыль платить за что-то, кроме продукции. Вообще нет смысла заставлять людей платить. Люди покупают продукцию, потому что сами этого хотят, потому что любят продукцию. У нас единый глобальный сервер, и это суперкруто. Это тоже уникальная фишка нашей компании. Потому что неважно, где находитесь вы, неважно, какое у вас гражданство, если вы можете зарегистрироваться в компании, то все, вы уже можете строить свой бизнес по всему миру, без ограничений. И регистрировать людей во всех странах, где компания уже либо открыта официально, либо находится на стадии предстарта. И у нас возможен только рост. Здесь все ваши действия, которые вы совершаете, они аккумулируются. Все, что вы делаете, увеличивает ваш бизнес. Вы строите свой бизнес с нуля, но каждое действие, которое вы делаете, это новый кирпичик в построении вашего бизнеса. И рано или поздно вы уже набираете такую массу, то что вас уже не остановить. Самое главное понимать то, что по сравнению с другими компаниями, возможно, здесь в какой-то степени больше усилий нужно приложить, но эти усилия прикладываются достаточно приятно, потому что все делается по любви, и все люди счастливы. Это один из таких элементов, бонусных, которые мы получаем в работе компании, это то, что люди действительно счастливы от того, что они сюда приходят, от того, что они пользуются замечательной продукцией и ни с кем никогда не портят отношения. То есть действительно здесь никто ничего не может потерять. Люди могут испортить отношения, наверное, только по своей глупости здесь, или потерять что-то могут, если чего-то недопонимают или не осознают до конца. Если человек разобрался, как все работает, если он работает работу, делает то, что нужно, а как раз именно для этого существует наш курс, чтобы помочь вам разобраться, что к чему и как все это работает. Потому что хоть Atomy – это и сетевая компания, но, как я утверждаю, идеальная сетевая компания. Здесь очень много отличий от всех сетевых компаний, которые я знаю. То есть я не скажу, что я изучил все компании, но со всеми, с которыми я знаком, здесь очень много отличий в плане стратегии и сути бизнеса. Здесь бизнес построен на потребителях, но об этом мы более подробно еще будем говорить в течение курса. Сейчас вот эти вещи, самое главное, хоть как-то, но понять. Не обращайте внимания на ошибки, я вот сам их вижу, я их исправлю. Презентация, как я и говорил, новенькая. И идеальный бизнес будущего. Давайте несколько пунктов здесь покроем. Здесь возможность для каждого, потому что у нас нет необходимости во вложениях, и человек, вне зависимости от того, какими способностями обладает, если у него есть желание, трудолюбие, если человек готов обучаться, расти, двигаться вперед, делать и идти до конца, он добьется успеха. Дело в том, что, как показывает практика, достаточно маленький процент людей готовы работать и обучаться, и развиваться. Я вам всем хочу сейчас посоветовать сначала, не делайте преждевременных выводов, не находите оговорок для самого себя, действительно убедитесь во всем. И не верьте на слово тоже, в принципе, наверное, никому, потому что нужно убеждаться в тех словах, которые вы говорите. Во всем, что я говорю, вы можете убедиться без особых проблем. Возможно, понадобится какое-то время или усилие, но я уверен, вы во всем убедитесь, если у вас будет такая цель, такое желание. Далее, глобальность. Как я уже говорил, наш бизнес глобальный, и мы можем работать по всему миру. И тоже рекомендация для всех, не ограничивайтесь своим городом, своей страной. Если перед вами у вас на ладони весь мир, почему бы этим не пользоваться? Возможен только рост, то есть я об этом уже говорил, ничего не обнуляется, ваши заслуги у вас никто не забирает, у вас структура может только расти, ваши усилия могут только увеличивать ваш бизнес, если вы делаете все правильно. И компания не заставляет вас ничего подтверждать. То есть добившись какого-то статуса, у вас его никто никогда не заберет. Он остается с вами навсегда. И не нужно отрабатывать какие-то нормы, какие-то показатели показывать. Вы работаете так, как комфортно вам, добиваясь тех целей, которые вы сами перед собой ставите. И растете вместе с компанией, вместе со своей командой. Далее. Это интернет-платформа. Во-первых, это интернет-бизнес. И в наше время, в особенности, мы понимаем то, что если бизнес не масштабируется в интернет, то это умирающий бизнес. У нас бизнес завязан на интернете. Помимо этого, это платформенный бизнес. И платформенный бизнес самый перспективный в наше время, потому что будущее именно за платформами. Очень многие платформы как раз-таки становятся миллиардными бизнесами, становятся так называемыми единорогами. Об этом более подробно вам расскажет Антон Сим на следующей неделе. Это будет суперская лекция. Всем советую послушать. Так далее. Резидуальный доход. Это именно то, что мы строим в Атоме. Во многих компаниях сетевых обещают пассивный заработок, но, насколько я слышал от лидеров этих компаний, то, что он никак не пассивный. Потому что, чтобы зарабатывать эти деньги, нужно прозванивать людей и заставлять их делать активации. У нас нет никаких активаций, и многие люди не могут понять, как же тогда зарабатывать. Но все очень просто. На самом деле, все, что мы говорим, это правда. И люди просто сами хотят покупать продукцию, потому что она классная. Что же такое резидуальный доход? Это тот пассивный доход, который растет. То есть, это не просто доход, который вы получаете, просто так, можно сказать, проделав определенную работу, но это доход, который увеличивается. И, помимо всего прочего, здесь огромные перспективы. То, о чем я тоже уже говорил. Потому что планов у компаний по развитию очень много. Прописано наперед. Мы об этом еще поподробнее поговорим чуть попозже. И также в наследство можно передать ваш аккаунт до третьего колена, и ваши дети или внуки могут получать те выплаты, которые вы наработаете. Так. Ну, давайте еще раз повторим. MLM-компания, глобальный распределительный центр, интернет-магазин и идеальный бизнес. Вот что такое Atomy. Так, ну, я думаю, на первый вопрос я ответил. Теперь второй момент. История компании. Так, я чат не включаю, потому что, не знаю, как у вас, но у меня уже от того, что в чате очень много сообщений, он стал очень сильно тормозить. Так, история компании. Кстати, возможно, из-за этого людей может и выкидывать. Перед вами Пак Хангиль. Пак Хангиль – это председатель компании, ее создатель, ее бренд и главный спикер. Всем рекомендую посмотреть как можно больше роликов от Пак Хангиль. Они все очень содержательные, классные, в них очень много умных мыслей, очень много умных, практичных, работающих мыслей. Всем советую. Кто такой Пак Хангиль? Пак Хангиль уже имел опыт сетевой компании. У него были свои визионерские идеи, которые он не мог воплотить. Он одним из первых хотел создать платформу, которая была чем-то похожим на Амазон или Алибабу. Но в то время люди еще не были к этому готовы. То есть он создал эту платформу, но эта идея не выгорела. Он ушел в сетевой бизнес, добился там высоких результатов, но его печалил тот факт, что его команда не зарабатывает. Еще больше печалил тот факт, что многие люди теряют деньги. Вот в 2009 году он создал свою компанию Атоми. Сам Пак Хангиль говорит, что когда создавал компанию, он смотрел, как за пример, за образец, брал компанию M-Way. И хотел взять все лучшее, что есть в M-Way, и привить туда элементы Амазона. И сделать так, чтобы любой человек мог зарабатывать. Все эти глобальные задачи стояли перед ним. Сделать так, чтобы продукция была шикарная, такого мирового уровня, чтобы каждый человек мог зарабатывать, и чтобы все это масштабировалось глобально. На сегодняшний день Пак Хангиль получил признание. В 2019 году его опубликовали на обложке журнала Forbes Корея. Кейс Пак Хангиля изучают уже глобально, потому что вот этот подход, который он выбрал для создания компании, абсолютно цена-качество, это что-то уникальное. И человек действительно идейный, много идей таких интересных возникает в голове Пак Хангиля, в его команде, которые притворяются в жизнь. Помимо всего прочего, недавно он получил докторскую степень в области финансов. И если кто-то может подумать, что с его статусом и деньгами достаточно легко было получить эту степень, на самом деле это наоборот не так. Именно из-за того, что он уже фигура такая знаменитая, особенно в Корее, именно из-за его статуса ему было и сложнее учиться, потому что за этим наблюдали, за этим наблюдал, можно сказать, весь мир. И то, что Пак Хангиль получил образование сейчас, это тоже подчеркивает, что это очень важно, потому что у него свежие знания. То есть если бы он получил докторскую степень в своей молодости, он бы руководил компанией со знаниями, которые устарели еще 30-40 лет назад. А сейчас у него свежие актуальные знания, которые применимы на сегодняшний день. Вот Пак Хангиль глубоко верующий человек, и он ставит человеческие ценности прежде всего. То, что мы должны помогать, мы должны сделать этот мир лучше. И есть девиз определенных компаний, к этому девизу мы сегодня еще вернемся. Так, следующий человек перед вами – это Ким Чи Бонг. На тот момент он был президентом Colmar B&H. У него были дружеские отношения с Пак Хангилем, были, есть. И он принял непосредственно участие тоже в создании компании, потому что Colmar – это партнер компании Атоми, и продукция из раздела красоты и здоровья производится на этом заводе. Colmar – это международная большая организация, у которой несколько заводов по всему миру. И Colmar B&H – один из самых крупных заводов Colmar Кореи. И на этом заводе производится классная продукция. Здесь перечислены бренды, которые производятся на заводах корпораций Colmar. Chanel, Lancome, Shiseido, M-Way, New Skin, Nature Republic, Misha, Faith Shop. Я думаю, вы многие из них знаете. И я думаю, еще многие люди уже видели этот слайд. Так. И третий человек, который принял непосредственное участие в создании компании – это доктор Бюн Мюнг-Ву. На тот момент он был главой исследовательского центра Кэрри. Кэрри – это Корейский институт атомной энергетики. Как бы многие предполагают именно отсюда и пошло название компании. То есть в корне слова «атом» и иероглиф «ми красота». Так. Два продукта, с которых началась компания – это HimoHim и Шестиступенька. То есть тогда, в 2009 году, всего два продукта было. Именно с этого началась компания. Здесь на слайде перечислены регалии доктора Бюн Мюнг-Ву. Я их не буду вам все зачитывать. Скажу просто, что это очень значимый человек для мировой науки, который был… Мне вот этот нравится, третья строчка здесь. То, что он был выбран Кембриджем как топовый ученый мира. То есть он входил в рейтинг 100 лучших ученых мира на протяжении 4 лет. Ну и тут различные тоже достижения. И у него 569 диссертаций в международных журналах. Так. Ну и по истории. В 2009 году открытие компании в Южной Корее. В 2010-2011 открываются филиалы США, Канаде и Японии. В 2014-2015 – Тайвань, Сингапур. В 2016 – это Малайзия, Камбоджия. Так, Сингапур два раза написал. Здесь не Сингапур, Индонезия. Так, в 2017 – Мексика, Таиланд. В 2018 – Австралия, Индонезия, Россия. В 2019 – Казахстан, Кыргызстан через Россию. То есть пока они работали, пока мы работаем через российский филиал. В 2020 году открываются Китай, Индия, Колумбия, Гонконг. И 47 стран открываются на предстарте, на глобальном сайте. Что такое предстарт? Это предварительная регистрация, когда люди в этой стране, в этих странах могут уже регистрироваться, строить сети, но пока не могут зарабатывать, и у них пока нет своего магазина. Все практически страны перед тем, как открыться, сначала выходят на предстарт, на определенный период времени. Так, еще раз история. Давайте. Запуск в 2009 году. Тогда было два продукта и была идея. Абсолютно цены-качество. И дать возможность всем людям зарабатывать. В 2015 году компания заслужила уже любовь потребителей по всему миру и было открыто 5 зарубежных филиалов. В 2018 году товарооборот компании уже превысил 1 миллиард долларов и было открыто 13 филиалов по всему миру. То есть это относительно недавно. И на сегодняшний день открыто 19 филиалов и 6-7 планируется открыть в этом году. Ну и построены планы компании на 100 лет вперед. Так, второй раздел «История» мы закрыли. Если у вас есть какие-то вопросы появляются, вы их зафиксируете. Когда мы закончим нашу встречу, я успею ответить на несколько вопросов. Не то чтобы успею, но я отвечу на них. Так, и третий раздел «Планы развития». Об этом я несколько раз говорил. Давайте посмотрим, какие планы развития компании на будущее. Открытие стран в 2021 году. Планируется открыть Турцию, Бразилию, Великобританию, Казахстан и Новую Зеландию. То есть это те страны, которые уже откроются в этом году 100%. Скорее всего еще откроются Германия, Узбекистан, ну и возможно Украина и Кыргызстан. Так, кстати, Беларусь еще в 2020 году открыли через Россию. Недавно, пару недель назад. Это тоже знаменательное событие, потому что Беларусь теперь может зарабатывать без каких-либо ограничений. Это здорово. Так, и 47 стран на предстарте по всему миру. Для чего нужен предстарт? Смотрите, там простая регистрация. То есть, чтобы зарегистрироваться, там достаточно паспортных данных. Паспортные данные нужны будут впоследствии, то есть они никак не проверяются. Но когда страна откроется и человек захочет зарабатывать, ему нужно будет предоставить свои документы. То есть это только для тех, кто хочет зарабатывать. Потребителям не обязательно. Люди уже могут накапливать личные PV. А что это такое, мы рассмотрим более подробно на следующих занятиях. Люди могут полноценно строить структуру уже по всему миру. И у людей есть возможность стать первыми в своей стране, что тоже немаловажно. Потому что на предстарте готовы работать не все. Многие люди не могут работать на перспективу, не могут работать на будущее. Многие привыкли работать на настоящее. Проработать определенное количество часов и отработать определенную зарплату, определенную сумму денег. Не все готовы работать на какую-то перспективу или на веру. Но, как показывает практика, именно те люди, которые работают на предстарте, могут построить бизнес в этой стране еще до начала. И занять топ-лидерские позиции. Планируется осуществить, скорее всего, в этом году глобальную доставку. Так как большое количество стран открывается на предстарте, люди хотят заказывать продукцию, им это достаточно сложно. И было озвучено на одном из семинаров корейских, то, что в этом году, скорее всего, сделают глобальную доставку. То есть, с корейского сайта люди со всего мира смогут заказывать, и это супер круто. Но мы своих партнеров не ограничиваем также возможности заказов с корейского сайта. Мы отправляем из Кореи продукцию. Для тех, кто хочет заказать, мы реализуем это с помощью совместных усилий наших партнеров, спонсоров и отправляем. Причем мы на этом ничего не зарабатываем, мы на этом чаще теряем деньги, но для своих партнеров ничего не жалко. Так, по заказам из Кореи будет отдельное занятие, мы к этой теме еще вернемся. Азамол – это портал, который открылся в Корее, и это огромный портал, на котором уже десятки, сотни тысяч товаров и услуг. Что интересно, там появляются услуги, что и было обещано. То есть, не только товары всемирно известных брендов, но также услуги, такие как путешествия, аренда автомобилей, страхование и прочее. В будущем планируется, что на этом портале будут, в принципе, наверное, уже все услуги, которые есть, практически все самые популярные. Также общепит, сети ресторанов. Что это дает? Все, кто покупают товары или услуги на этом сайте, участвуют также в маркетинг-плане Atomy, потому что у всех товаров и услуг также есть PV, то есть баллы. И ваши партнеры, ваша потребительская сеть, когда здесь будет что-то покупать, также будут приносить вам прибыль. Это суперкруто, потому что действительно здесь не только продукция наша, не только продукция Atomy, но и продукция мировых брендов, которые люди знают, которые люди любят и которые люди все равно покупают. А тут у них будет возможность покупать по оптимальным ценам. Не факт, да, то, что все будет по оптимальным ценам. Возможно, какие-то продукты, какие-то бренды локально люди смогут купить дешевле у себя в стране, но какие-то нет. Помимо этого, здесь будет очень много акционных предложений. Но пока это все будущее. Это настоящее сейчас для Кореи, потому что шиппинг-доставка только по Корее работает, но в будущем будет глобальная доставка. И мы очень ждем этого времени, потому что я уже присмотрел несколько десятков товаров, которые я хочу заказать. Ну, скорее всего, возможно, я и закажу все равно. Но когда откроется глобальный шиппинг, будет суперкруто для всех. Так, помимо всего прочего, Atomy анонсировала персональную платформу, которую собираются запустить уже в этом году. Это суперкрутой инновационный проект, который сложно мне вам сейчас описать в двух словах. Но я скажу так, это некий свой внутренний Инстаграм, где у вас будут персональные данные, ваша персональная страничка, и все это будет интегрировано с магазином. То есть это будет ваш персональный шоппинг-молл, персональный интернет-магазин, действительно, где вся информация о вас, какие-то фотографии, посты, сторисы, скорее всего, я не знаю. У меня самому многое еще неизвестно об этой платформе, но из того, что я понял, это внутренний Инстаграм, аналог, который оптимизирован для продвижения бизнеса. То есть это будет суперкрутой инструмент, как только будет больше подробностей, обязательно мы вам об этом расскажем. Так, ну это, в принципе, ближайшие планы компании. Давайте поговорим теперь о достижениях. Вот, перед вами график роста партнеров компании Atomy и других компаний в Корее. Здесь представлены несколько компаний Atomy, M-Vay, NewSkin, Herbalife. Все, да? Четыре компании. В 2009 году компания только зарегистрировалась, и здесь это в десятках тысячах людей в Корее. Корейцы исчисляют именно в десятках тысячах. Вот в 2009 году, вот тут 6, 60 тысяч человек, да, получается? Нет, меньше. В общем, в 2009 году было очень мало людей. Ну, возможно, на конец года 60 тысяч. И вот это количество начинает расти. Да, в 2010 году уже 190 тысяч, в 2011-м 440, и продолжает расти, и растет. Вот, и по сей день график роста партнеров в Atomy выглядит примерно так. На самом деле он даже увеличивается, потому что открываются все новые и новые страны. Почему у нас такой рост идет, а в других компаниях роста нет? То есть это не потому, что в другие компании не приходят партнеры. Просто из других компаний партнеры уходят. То есть они приходят, уходят, приходят, уходят. Поэтому вот если сравнить, это вот топовые компании другие, которые есть в Южной Корее, которые занимают топовые места, самые популярные. Количество людей особо не меняется, потому что люди приходят, люди уходят. Потому что находиться во многих компаниях не так просто, и не все справляются с теми обязательствами, которые накладываются на человека, когда он находится в той или иной сетевой компании. У нас нет обязательств. У нас, если человек приходит, остается с нами навсегда. Если он попробовал продукцию и разобрался, что к чему. Поэтому у нас идет такой рост. Именно поэтому у нас все работает. Далее. Это рост товарооборота. Серый столбец – это товарооборот в Южной Корее, а голубенький столбец – это товарооборот общий. То есть то, что в Корее продается и во всем мире. То есть поначалу, видите, разница небольшая между серым и голубым столбцом, но с каждым годом растет, потому что все больше филиалов открывается. За 2020 год, я думаю, голубой столбец уже будет практически таким же, как серый столбец, потому что у нас открылся Китай, Гонконг, Индия, и во всех филиалах также рост. Достаточно большой товарооборот в одном СНГ вырос на 300%, что тоже очень круто. Ну и видно то, что рост товарооборота похож на рост потребителей и партнеров в Атоме. Все идет на увеличение. Кстати, это тоже одно из первых исследований, которые я проводил, когда принимал решение здесь работать. Я смотрел, как увеличивается, точнее, как изменяется товарооборот Атоме в тех странах, куда входит компания, и обнаружил то, что в каждой стране, куда компания заходит, рост товарооборота составляет от 20 до 50% ежегодно. То есть это очень круто, учитывая, что у нас нет прокупок и обязательных закупов. Так, давайте посмотрим рост товарооборота за 4 года в такой диаграмме. В 2017 году около 900 миллионов долларов был товарооборот, в 2018 году перевалил за миллиард, в 2019 – 1,3 миллиарда, и вот когда мы вошли в топ-11, в 2018 году мы вошли в топ-20. И в 2020 году открытие Китая и Индии поспособствовало тому, что наш товарооборот по моим таким примерным расчетам должен превышать 2 миллиарда долларов. Может быть, будет чуть меньше. Я не знаю точно, какой товарооборот в итоге прошел в Китае, но знаю, что за первую неделю там прошел товарооборот более 30 миллионов долларов. Что тоже крутое достижение. Так, вот, в 2018 году мы вошли в топ-20 рейтинга DSN. Это глобальный рейтинг сетевых компаний. В августе 2018 года Пак Ангиль попал на обложку журнала Forbes Корея. И по итогам 2019 года Atomi занимает 11 место в клубе миллиардеров сетевых. Посмотрите, здесь все компании, которые есть по соседству, они существуют десятки лет. А мы молодая компания. И если сравнить рост, точнее не рост, а изменение товарооборота у компаний, которые находятся в топе, у них практически у всех товарооборот с каждым годом падает. Кстати, давайте это будет домашнее задание. Напишите. Домашнее задание, кстати, мы в чате еще продублируем. Как вы думаете, почему товарооборот у сетевых компаний, у лидеров мировых с каждым годом уменьшается, а у Atomi растет? Так, далее. Награды. В Atomi много наград, очень много наград у самой продукции. Те или иные продукты получают различные премии, как там лучший дизайн, лучший эффект, лучшие инновации и прочее, прочее. Но вот эти четыре награды, которые я хочу отметить, которые мне нравятся, это замечательный налогоплательщик, это награду ежегодно, компания получает, потому что мы про закон, мы про налоги. Сам Пакангиль говорит, что платить налоги – это классно, зарабатывайте много денег, платите много налогов, помогайте своей стране. Мы работаем только по закону и любим налоги. Самая клиентоориентированная компания в Южной Корее. Что это значит? Это значит, что среди всех компаний, которые занимаются премиум-продажами, у Атоми самый низкий процент возврата, самый низкий процент недовольства клиентами. В Корее компания позволяет людям вернуть продукт, даже продукт, которым люди уже попользовались, и получить возврат средств за этот продукт. Но при всем при этом процент, он очень низкий, получился самым низким на рынке. Также компания получила в позапрошлом году уже получается «Орден за вклад в экономику страны от главы государства». Первый раз в истории сетевой индустрии сетевая компания получила награду из рук главы государства. Ну и причем не абы какого, а из главы государства Южной Кореи. И вот недавно компания Атоми выиграла награду «Бренд Тауэр». Общий экспорт компании превышает 600 миллионов долларов, что очень круто. Вот эти четыре награды я здесь отмечаю. Так, давайте бежим дальше. Следующий раздел «Преимущества компании». Почему Атоми неоспоримые преимущества перед другими сетевыми компаниями? У нас идеальная модель сетевого бизнеса. У нас нет платы за регистрацию, нет обязательных закупов, нет членских взносов, нет рисков. Когда… Вот есть такой термин «финансовая пирамида», и многие его боятся, особенности запрещают произносить тем, кто работает в сетевых компаниях. Но «Финансовая пирамида» – это явление достаточно развитое в наше время, и нужно понимать, что это такое. Раньше я думал, что «Финансовая пирамида» – это просто компания, в которой нет продукта, в которой есть какой-то товарооборот, построенный на чем-то, что нельзя потрогать, пощупать. Это может быть какое-то предложение, какая-то инвестиция, что-то, что в воздухе летает, ну, что-то, что реально нельзя потрогать, то есть нет какого-то физического продукта. Но в процессе изучения сетевой индустрии я понял то, что многие продуктовые компании также являются финансовыми пирамидами, потому что если убрать маркетинг-план, если убрать возможность выгоды, то сразу пропадает какое-либо желание что-либо покупать из ассортимента этой продукции. Вот эти вот платы за регистрацию, обязательные закупы, пакеты, активации, во многих компаниях завышенные цены на продукцию, все это обеспечивает то, что люди, по сути, передают свои же деньги друг другу, а компания из этих денег получает тоже свою прибыль. В общем, у нас не финансовая пирамида, потому что большинство людей готовы покупать продукцию без баллов, и многие люди так и делают, когда какой-то ходовой товар заканчивается на российском сайте, люди готовы купить его без баллов, многие люди готовы покупать продукцию из наличия без баллов, просто чтобы получить продукцию. Большинство людей именно любят продукцию и покупают ее не потому, что за нее даются какие-то баллы, а потому что им нужна эта продукция. Я еще не встречал другую сетевую компанию, где можно сказать то же самое. Наверняка есть, я просто не знаю. Нет, есть. Все равно есть любители и МВ, и других сетевых компаний, которые покупают продукцию просто для себя, но их гораздо меньше. Так, далее. Почему заработать может каждый? Вопрос, который я себе задавал в том же самом начале. Потому что, ну, во-первых, наш принцип абсолютно цена и качество, то, что действительно продукция классная, продукция шикарная. Корейская продукция зарекомендовала себя во всем мире как нечто качественное. И я знаю то, что в нашей стране, в ваших странах тоже, скорее всего, люди любят корейскую продукцию. И что здесь самое главное для меня было, в моем понимании, то, что продукция, которая популярна, которая вывозится из Кореи, чаще всего это масс-маркет. То есть это продукция самого низшего, можно сказать, сословия, низшего качества, которое в Корее есть. Но эту продукцию люди все равно любят. Наша продукция, она конкурентоспособна по ценам с этой продукцией, но при этом она на уровень, на два уровня выше по качеству. То есть у нас премиум люкс, а цена как у масс-маркета. Поэтому, ну, здесь никаких сомнений, то, что успех компании неизбежен в той стране, в которую он заходит. Некоторые страны, конечно, могут быть исключениями, но в большинстве стран успех просто обеспечен. Маркетинг-план построен таким образом, то, что любой человек может добиться успеха. И здесь действительно все построено на взаимной помощи. Помогая друг другу, помогая партнерам, помогая спонсорам, мы помогаем самим себе и достигаем максимальных результатов. И 1%. Вот этот 1%, этот слайд я делал полтора года назад, но до сих пор это все справедливо, потому что мы до сих пор находимся в этом 1%. Мы в этот момент общего населения мира, 1% активных людей в нашей стране, которые знают о компании, мы до сих пор входим в этот 1%. Рынок свободен. И многие люди боятся сетевого, многие люди остерегаются, не верят, не хотят вас слушать. И это здорово, потому что именно поэтому мы находимся в этом 1% и нам есть с чем работать. Если бы все обожали, любили сетевой бизнес, то достаточно сложно было бы нам тогда развиваться, потому что хотим человека пригласить, позвать, а он уже здесь. Он уже везде. Здесь, смотрите, активный и пассивный доход. Большинство людей находится вот здесь, где 100% активный доход. То есть проделывая какие-то действия, вы получаете деньги. Ну не вы, люди получают деньги. То есть за 100% усилий получают 100% тех денег, которые у них есть. То есть отрабатывают те деньги, которые получают. Когда вы начнете работать в Атоме, вы тоже начнете с этого пункта. Вообще здесь даже в Атоме будет по-другому. То, что вы будете делать поначалу, не будет вам денег приносить. Это может быть показаться странным, но это так, потому что все, что мы делаем в Атоме, мы нарабатываем в наше будущее. Все, что мы делаем сегодня, будет приносить нам деньги всю нашу жизнь. Каждый потребитель, которого мы приведем в компанию, будет приносить нам деньги всю нашу жизнь. При этом мы с него напрямую ничего не зарабатываем, при этом он сам получает, можно сказать, прибыль в виде качественной продукции и выгоды для себя. Но со временем мы будем двигаться именно к пассивному доходу, который станет нашим резидуальным доходом, потому что все, что мы, как я говорил, нарабатываем сегодня, дает нам результаты на протяжении всей нашей жизни. Вот, это тоже важно понимать. Так, далее. Здесь возможно приобрести настоящую свободу, свободу времени, свободу действий, свободу денег. То есть здесь вы можете распоряжаться своим временем так, как вы хотите сами. То есть я сейчас провожу обучение для вас, потому что это был мой выбор, я сам захотел это сделать. Я могу это делать как хочу, могу делать как хочу и на все это у меня есть и время и деньги. И я уверен, у всех у вас тоже будет эта настоящая свобода, если вы будете идти до самого конца и не сдаваться. Так, далее. Перед вами пирамида, фигура, можно сказать треугольник, пирамида, если в объеме подумать. Смотрите, во многих компаниях есть пирамидальная система выплат. Сейчас речь идет не о финансовых пирамидах, а именно о пирамидальной системе выплат, когда верхушка получает практически все деньги. То, что 10% людей, которые находятся наверху, получают 90% денег. И это одна из главных проблем, которая присутствует во многих сетевых компаниях и которую как раз таки Пахмагир хотел решить. Так как людям не нужно так много денег, у нас деньги выплачиваются по схеме трапеции. То есть что это значит? Это значит, что у нас установлен некий лимит, условно он обозначается в 50 тысяч долларов для понимания. Потому что 50 тысяч долларов в месяц любому человеку в любой точке мира на жизнь должно хватать. А все остальное, что он мог бы заработать, опускается вниз, ниже. Получается, таким образом люди, которые только приходят в бизнес, они могут выйти на заработки достаточно быстро. На существенные заработки. Например, вот в нашем случае мы вышли на уровне мастера продаж после двух месяцев активной работы. И спустя еще пару месяцев уже стабильно получали, в принципе уже тогда получали 2 тысячи долларов, потом 3. В районе 3 тысяч долларов мы стабильно получали каждый месяц, не имея опыта в сетевом бизнесе. И проработав всего лишь 3-4 месяца. Но когда мы встречали других людей из других сетевых компаний, и для меня было большим удивлением узнать, что они 20-30 лет потратили, скажем, не потратили, посвятили себя своей компании, но при этом зарабатывают от 500 до 1000 долларов. Почему? Потому что именно из-за пирамидальной системы выплат большинство денег уходит наверх. У нас система вознаграждения высчитывается совершенно по-другому. За счет вас никто не зарабатывает, вы строите свой бизнес, и вы участвуете в распределении прибыли компании. Вы получаете долю от прибыли компании, которую вы помогли компании получить. То есть это очень справедливая система, я ее обожаю. Мы о ней поподробнее на следующей неделе поговорим. Смотрите, вот это выплаты и время, график такой, и установлен предел. То есть что говорит нам предел, почему он есть, для чего он служит. То, что любой человек, независимо от того, когда он начал, он может дойти до этого предела. Он может догнать тех людей, которые начали раньше него, на несколько лет. То есть все доходим до предела и получаем одинаковое количество денег. И при этом не важно, когда человек начал, и по сути не так важно, с какой скоростью он движется. Главное, что он движется в правильном направлении. Рано или поздно он придет до отмеченной точки. Главное добиться, дойти до этой точки невозврата. Точка невозврата – это такой условный термин, и мы его озвучиваем. Примерно это около тысячи потребителей слева и справа. То есть в ваших обеих ветках около тысячи потребителей. Это та цель, которую я рекомендую всем для начала поставить. Потому что, во-первых, все смогут это сделать. С нашей продукцией, суперклассной и недорогой, найти тысячу потребителей может каждый. Конечно, не за один день. Кому-то на это потребуются недели, кому-то месяца, кому-то, может быть, годы. Но эта задача выполнима абсолютно для всех. Потому что мы более подробно об этом еще поговорим на протяжении курса. Сейчас сильно голову не забивайте этим. Просто пока примите на веру, что это так. Потом мы более подробно об этом еще поговорим. И перед вами, смотрите, то, о чем я говорил, то, что сетевой бизнес испытывает трудности. Мало кто об этом говорит. Но глобально, если посмотреть, мировые гиганты, которые десятилетиями занимают топовые места в рейтингах, они испытывают трудности. Каждый год товарооборот падает. Почему? То есть не потому, что продукция стала хуже. Это потому, что люди, я считаю, стали умнее. Людей гораздо сложнее убедить в чем-то. Люди научились пользоваться интернетом, гуглить, сравнивать, анализировать, принимать какие-то решения. Гораздо сложнее человека в чем-то убедить стало сегодня. И многие люди обожглись о свой сетевой опыт и уже не хотят идти в какую-то сетевую компанию. Это тоже очень здорово, то, что это так, потому что очень много людей, которых мы можем пригласить к нам. И вот, так, еще раз, рост товарооборота в компании и распределение прибыли. Здесь тоже я не буду глубоко углубляться в это. Смотрите, как распределяется прибыль. Вот это прибыльный товарооборот. 30% от прибыли, которую компания получает, компания оставляет себе. То есть это чистая прибыль компании получается. А 70% от прибыли компания дает нам, партнерам. Здесь 44% распределяется по бинарам, 20% по мастерству и 6% руководителям образовательных центров. Более подробно о распределении прибыли, о деньгах и бизнесе мы поговорим на нашем следующем занятии, следующий понедельник. Но это также неоспоримое преимущество перед другими компаниями сетевыми, поэтому я здесь это упомянул на этом слайде. Так, о, сейчас будет важный такой раздел «Этика». Осталось немного. Осталась «Этика» и последний раздел. Вообще, о «Этике» мы раньше никогда не говорили на первых занятиях, но это важный раздел. Давайте его рассмотрим. В Атоме есть «Этический кодекс», я думаю, в любой сетевой компании есть «Этический кодекс». Итак, первый пункт. Запрещена фиктивная, неправомерная, повторная регистрация. Что такое повторная регистрация, я думаю, это понятно. Что значит фиктивная, неправомерная? Это регистрация без ведома человека, либо регистрация по поддельным документам. Далее. Запрещена ложная, преувеличенная реклама. Нельзя обманывать людей, завышая те или иные показатели, перевирая факты. Политика персональных веб-сайтов и рекламы. Нельзя продавать продукцию на персональных сайтах, нельзя использовать логотип компании. Политика приобретения продукции на добровольной основе. Нельзя никого заставлять делать покупки, каждый покупает то, что ему нужно, когда ему нужно. То есть мы не заставляем партнеров брать кредиты, покупать какую-то продукцию. Люди покупают то, что сами хотят, когда хотят, сколько хотят. Стимулирование изменений структуры и ветвей. Нельзя переманивать уже зарегистрированных партнеров, уговаривать сменить спонсора, центр, ветку и тому подобное. То есть это очень важный пункт. Это очень важно. Здесь, кстати, терминологию я немножко переделал для понимания, более простые слова подобрал. То есть точный этический кодекс можно прочитать на официальном сайте. Далее. Валютный товарный обмен. Нельзя проводить незаконные финансовые операции внутри структуры. Поддержание человеческого достоинства участников. Нельзя клеветать и порицать других участников атоми. Что тоже важно. И вот этот пункт мало кто соблюдает. Мне кажется, вообще мало кто о нем знает. Точнее не так. Мало кто соблюдает, много кто нарушает. Далее. Привлечение в другой бизнес. Нельзя приглашать участников атоми в другую сетевую компанию. Рекламируйте продвигать продукции в другой сетевой компании. Вот тут, я думаю, все понятно. Далее. Конфиденциальность персональных данных. Защищать все собранные персональные данные от утечки. Не передавать третьим лицам. То есть когда вы регистрируете людей, очень важно, чтобы эти данные никуда не уходили. Потому что люди вам доверяют, дали вам данные, и эти данные не должны никуда уйти. И соблюдение законов и правил. Нужно соблюдать законы страны и правила компании. То есть вкратце это этический кодекс, 10 пунктов, которые стоит соблюдать. И девиз. Я говорил то, что в компании есть девиз. Смотрите, первый пункт девиза гласит заботиться о душе. Потому что душа это самое ценное, что у нас есть. Душа человека. Мы не должны ни в коем случае обманывать людей, использовать людей. Всегда мы должны думать о человеке. Потому что человек это самое ценное, что есть в атоме. Вот. Далее. Создавать видение. Что значит создавать видение? Видение это представление чего-то, это понимание чего-то. Это то, что человек может представить у себя в голове, понимая те или иные вещи. И создавая видение для людей, вы сможете более успешно приглашать людей в этот бизнес. То есть видение может быть человека того, почему ему нужно прийти в компанию, почему у него здесь может получиться, почему у него здесь получится, чего он может здесь добиться, что он может получить. Далее. Следовать вере. Это верить. Потому что без веры добиться успеха очень-очень сложно, практически невозможно. Нужно верить в самого себя, верить в команду и идти до конца. Тот, кто верит, тот действительно добивает результатов. Но я всегда говорю, вера не должна быть слепой. Мы не фанатики. Мы все взрослые, адекватные люди, отдаем себе отчет. И наша вера должна быть обоснована фактами. Неоспоримыми фактами, в которых мы сами убедились. В которых мы не просто верим, в которых мы уверены. И служить в смирении. Стараться помогать всем по возможности. И неважно, какого статуса вы добьетесь. Неважно, сколько денег вы будете получать. Делать этот мир лучше. Отдавать что-то в этот мир. Заниматься благотворительностью по возможности. Ну, либо совершать те добрые дела, которые комфортны для вас. Помогать людям. Мне очень нравится девиз компании. Потому что в нем заложено много смысла. И когда поднимаетесь по рангам. Когда добиваетесь все больших результатов. Вы понимаете, что в принципе секрет весь успех. Он заключается в девизе. Уже в девизе прописано все. Все, что нужно для того, чтобы стать мега успешным в атоме. Это заботиться о людях. Это помогать им максимально. Это верить. Ну и создавать видение. Ну и последний пункт. Давайте подведем итог. Что такое Атоми? Атоми это продукция абсолютного качества. Это супер качественная южнокорейская продукция. Которая дает результаты. Которые люди любят и обожают. Эта продукция реализуется по абсолютной цене. То есть без каких-либо таких наценок. По минимальной возможной цене. Таким образом мы золотой игрок на рынке. Никто нам не конкурент. Потому что никто не может такую продукцию предоставить по такой цене. У нас реализована абсолютная система. Это наш маркетинг план. Который супер замечательный. И позволяет любому человеку добиться успеха. У нас единый глобальный сервер. Мы можем регистрировать людей по всему миру. Без каких-либо ограничений. В Атоме построена система успеха. Это система семинаров и определенных действий. Которые приводят к успеху. Кстати наше обучение путь лидера. Это может быть наша такая авторская система успеха. Далее. Это возможности для каждого. Потому что каждый человек может здесь добиться успеха. Кто может в рамках закона работать в компании. Так. И это идеальный бизнес будущего. Так. Ну в принципе все. Да? Да. А тут есть еще пару слайдов. Ну давайте. Последние слайды еще. Настоящий успех. Что такое настоящий успех? Для того, чтобы добиться успеха, нужны знания. Одних знаний мало. Нужны действия. Сколько бы вы не знали, если бы не действовали, вы не добьетесь успеха. И нужен опыт. Опыт, который вы будете приобретать, совершая те или иные действия. Опыт, который вы уже приобрели. У вас жизненный опыт. Все помогает. Но этого всего недостаточно. Вы должны также попасть в систему успеха. То есть должна быть какая-то система успеха, которая бы вам позволила добиться этого успеха. То есть атомами как раз таки является эта система успеха. То есть это та платформа, где все уже продумано, просчитано. Есть концепция, идеология, продукция, логистика, планы, развитие, команда. То есть все есть. Персонал, все есть для того, чтобы вы развивались. Все, что вам нужно, это приобрести знания, действовать. И на основе этих действий получать опыт, становиться сильнее, опытнее, развиваться, получать еще знания, действовать. И этот процесс зацикленный, бесконечный. Если вы будете действовать по этому процессу, вы обязательно добьетесь успеха. И как зарабатывать. Для начала нужно попробовать продукцию, оценить ее по достоинству. Рассказывать об этом, делиться опытом, знаниями. Обучать самого себя и своих партнеров все время. И развиваться. Двигаться быстро, работать много, не сидеть на месте. Расти каждый день вместе с командой, вместе с компанией. Продолжение следует... Продолжение следует...